Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! Сегодня в программе. Вишневое настроение в Ширяево. Жигулевская вишня на ваших фото. В сети появилось видео ремонта на площади Куйбышева. Сайт фонда капитального ремонта радует нововведениями. Теперь в Viber можно менять номер. Основатель Microsoft завел страничку в Instagram. Три с половиной миллиона просмотров за ночь. Баттл номер один. Все это и многое другое прямо сейчас. В субботу в селе Ширяево было сладко и шумно. Там отмечали праздник вишневого пирога. Жигулевская вишня. Ежегодный гастрономический фестиваль собрал несколько тысяч гостей. Вишневые настроения и на ваших фотографиях. Вишневые настроения и на ваших фотографиях. Субботу вишневые настроения и на ваших фотографиях. Субтитры сделал DimaTorzok В сети появилось свежее видео с реконструкцией площади Куйбышева. Работы идут полным ходом. Судя по видео, старое асфальтовое покрытие, которое начали срезать на прошлой неделе, сняли уже почти на 50%. А в прилегающих к площади скверах практически закончили подготовку основания под укладку тротуарной плитки. На все пешеходные дорожки уложили щебень и частично песчаный слой. Так что совсем скоро мы будем дружно вышагивать по новой площади Куйбышева, самой большой площади Европы. Теперь за тем, как в Самаре ремонтируют фасады и крыши по программе капитального ремонта, могут наблюдать все горожане, не выходя из дома. На официальном сайте фонды капитального ремонта открыли галерею с полной информацией о домах, которые приводят в порядок к чемпионату мира по футболу. На сайте есть изображение, как дом выглядел до ремонта, в процессе и после. Кроме этого, подрядчики продолжают устанавливать и видеокамеры на стройплощадках, чтобы за ходом работ можно было следить в режим реального времени. Пользователям популярного мессенджера Viber представили долгожданную функцию. Теперь в приложении есть возможность изменить свой номер телефона на новый, не теряя при этом никаких данных. Номер следует менять на основном устройстве с сим-карты, при помощи которой и происходила регистрация. И теперь при смене номера вы не потеряете свои переписки, список контактов и другую информацию. Все необходимые сведения будут подгружаться на устройство из специального облачного хранилища, расположенного на серверах Viber. Билл Гейтс зарегистрировался в Инстаграм и планирует рассказывать о работе своего благотворительного фонда, путешествиях и других интересах. Первую и пока единственную запись предприниматель посвятил находящейся в Восточной Африке Танзании. Гейтс напомнил, что вместе с женой Мелиндой он посещает Танзанию уже много лет подряд и похвалил страну за потрясающие пейзажи, а также большой прогресс в сферах здоровья и предоставлению возможностей. У Гейтса уже 200 тысяч подписчиков и их число стремительно растет. Он же подписан на 25 аккаунтов, среди которых его жена, сооснователь Инстаграм Майк Риггер, глава Фейсбук Марк Кукерберг, НАСА, спортсмены, благотворительные организации, СМИ и журналисты. Такого еще не было. Ролик с рэп-батлом Оксимирона и Славы Карелина набрал всего за одну ночь – 3,5 миллиона просмотров. Запись рэп-поединка проходила 6 августа, но его результаты до последнего не раскрывались. Оксимирон проиграл батл, и это поражение стало первым за всю историю его участия в Версус. Нужен шкаф для скелетов тех, кто с тобой батлили? У меня для тебя интересный факт. Мне таких нужно 4, ведь я батлился 16 раз. Самым популярным батлом на платформе Версус является, собственно, встреча того же Оксимирона с рэпером Джонни Боем. С момента публикации в апреле 2015 года видео набрало на Ютьюбе свыше 38 миллионов просмотров. Что же такое Версус Баттл? Это российское интернет-шоу, в котором участники, они же исполнители рэпа и хип-хопа, соревнуются живым словесным выступлением, а результат которого оценивают судьи. Война войной, а обед по расписанию. В сети восхитились мастерству повара из Анапы, который на глазах у публики виртуозно готовит шаурму. Ролик набрал уже 150 тысяч просмотров. Анапский кулинар смело жонглирует приборами, плавно двигается и собирает ингредиенты шаурмы в лаваш, в ритме танца. В некоторых случаях задействует своего напарника для более эффектной подачи блюда. Повар рассказал, что его личный рекорд – 800 заказов за день. Львенок Моня, в поддержку которого в соцсетях была развернута целая компания «Спаситель львенка Моню», добрался до Крыма. В Тюмени его владелец устраивал с ним фотосессии, и любители животных сначала обвинили мужчину в плохом обращении. Однако позже выяснилось, что Моню правильно кормили, ухаживали и любили, и что в планах хозяина животного была передача львенка в парк львов. Целую неделю на легковом автомобиле Моня ехал из Тюмени в город Белогорск, Крыму, где находится парк львов Тайган. На видео «Довольный Моня» сидит на руле движущейся машины. Автор подписал его словами «Теперь ты в жизни видел все». Надеюсь, права у львенка не просрочены. У Мони есть собственный аккаунт в Инстаграме, где можно увидеть много чего интересного. Приехал Моня. Моня приехал из Тюмени. Ух ты! Очень далеко, долго ехал. У него большие уши. Он родился в Саранском зоопарке. Он необычный лев, большие уши у него. Ужастик такой. Очень много девчонок поступало. И вот, наконец, хороший мальчик, красивый мальчик. Кушает. Ласковый. Ему где-то полгодика, да? Пять месяцев. Пять месяцев ему. Малый. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Кстати, у нас там уже почти 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в нашей группе. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok